Идет солнышко для всех, что в зиме веселый сне, Тельбора не макала. Всё просто. Солнышко светило, дождик капал, грибочки росли. Зрители их собирали и были в восторге. Всё потому, что зритель самый благодарный, но несмотря на это и самый притязательный. Их не обманешь, если что-то им не будет нравиться, они обязательно об этом скажут, это не взрослые люди. Поэтому тут надо быть честным. До трёх лет, правда, сюжет не воспринимают. Поэтому спектакль бессюжетный, но рассчитан именно снова на потрогать, пощупать. А потрогать и пощупать здесь действительно есть что. Как минимум это что-то можно подержать в руках, а как максимум оно отрывается, вытаскивается, переносится, и можно кидаться или класть в корзину. Даже дождик и тот можно пощупать. Художникам спектакля удалось на 100% угадать желание малышей. У меня у самой сыночек, ему три года, и поэтому я создавала практически для него. Я думала, что прежде всего было интересно ему, значит, будет интересно и другим ребятишкам. Мы специально делали всё мягким, но прочным, чтобы ребятишки могли всё трогать, но при этом это не ломалось. Вот у нас цветочки, они из плюша, они мягкие, ими можно перекидываться. Грибочки, в принципе, они достаются, их складывают в корзиночки, но их очень тяжело тоже сломать. Пусть это было трудно, но дети не приминули попробовать. В этом и есть суть бэби-театра. В вовлечённости в процесс, а не в созерцании. Ребёнок до трёх лет не готов сидеть 40 минут и смотреть на артистов, поэтому детям предлагают стать непосредственными участниками представления и погрузиться в эту атмосферу. Здесь уютно, смотрите, вот травка. Ещё сейчас на улице Марк, и сюда приходишь, здесь такое солнышко. Мне как маме интересно, и я смотрю, как Ванька реагирует. Ванька, ты как реагируешь? Вот так. Мне кажется, ему понравилось. Вот так вот, это Мишка, наверное, вышел. А ещё же здорово, что они во всём участвуют, что это можно прямо собрать, унести, выйти. Я понравился. Спасибо. Пособирать грибочки на лесной полянке или построить гнёзда для птиц вместе со своим малышом можно будет уже на этой неделе. Премьера первого спектакля «Бэби-театра» состоится в среду. Билеты можно приобрести в кассе Иркутского драматического театра. Екатерина Нерушкина и Артур Рощупкин. Новости сейчас.